Сладость или гадость? Программа о самых интересных событиях Минска. Итак, сегодня вы увидите. Краски на воде и объемные рисунки. Наши корреспонденты посетили необычный мастер-класс. Ммм, ужасно вкусно. В меню наших поваров новый рецепт. Хочу все знать. Очередные приключения в нашей новой рубрике. Мы приготовили для вас еще кое-что интересное. В гостях у звезды. И снова откровенное интервью. Не знаешь, чем заняться? Лучшее событие предстоящей недели в постоянной рубрике Афиша. Какой ребенок не мечтает самостоятельно создавать игрушки? Оказывается, это совсем не сложно. Достаточно вооружиться 3D-ручкой и дать волю воображению. Наши корреспонденты посетили творческий мастер-класс. И прямо сейчас расскажут нам о новых методах рисования. Автор этих очков настоящий чародей. Ведь он просто их нарисовал. А жить этому предмету помогла волшебная палочка. Сегодня я тоже попробую немного поколдовать. Не хватает только подходящего образа. Вуаля! Теперь я готова творить волшебство. Как, наверное, и все дети на планете, я люблю рисовать. Например, карандашами или красками. Но чтобы создать объемное изображение в виде таких очков, нужен настоящий чудо-инструмент. Роль волшебной палочки, которая дает жизнь рисунку, играет 3D-ручка. Расскажите поподробнее об этой технологии. Эта технология называется 3D-ручка. И устройство здесь очень простое. На основе, как клеевой пистолет. То есть проходит пластик вот вовнутрь. Здесь есть нагревательный элемент внутри. Соответственно, пластик плавится и уже непосредственно выходит в расплавленном виде. И с помощью него можно уже создавать различные фигуры. На самом деле, это настоящее чудо. Мы можем прикоснуться к своему рисунку. На носу Хэллоуин. Поэтому мы с ребятами решили сконструировать летучих мышей. И главный символ праздника – фонарь из тыквы. Расскажи, как тебе мастер-класс? Я очень сильно удивлен, потому что я вообще впервые держу этот предмет. Хоть я и слышал там о нем у других, видел его, как он именно рисует. Но сам никогда не рисовал. Мне очень сильно это понравилось. И хотелось бы, чтобы в ближайшее время я его смог себе приобрести. Здорово. Будешь просить у родителей, да? Да. Как тебе мастер-класс? Мне он очень понравился, но я сильно не удивлена, потому что у меня у самой дома есть 3D-ручка. Я нарисовала столик, колечко сделала, еще я нарисовала планшет. Потом можно же с этим играть, да? Колечко можно носить. Очень удобно, да? Но еще ты всегда знаешь, что подарить. Правильно? Это очень оригинальный подарок. А самое главное – ты сделала его своими руками и от чистого сердца. Я первый раз вижу 3D-ручку, пользуюсь ей, делаю из нее поделки. С помощью этого умного гаджета можно рисовать как на бумаге, так и в пространстве. После того, как расплавленный пластик оказался на воздухе, он мгновенно охлаждается и застывает. А что можно создать с помощью 3D-ручки? На самом деле можно создать все, что угодно. То есть то, что ты можешь только себе придумать. Начиная от таких вот очков интересных, да? И заканчивая чехлом для телефона, возможно, вазу какую-то из пластика можно даже сделать. Как волшебница, мне интересно все загадочное. Поэтому давайте знакомиться с еще одной чудесной техникой рисования – Эбру. Ни мольберта, ни холста, ни даже карандашей для рисования. Чтобы создать такую волшебную картину, нужны особенные материалы. Вместо бумаги – лоток с раствором из экстракта горной колючки. На смену кисточке пришло простое шило. А краски и вовсе магические. Они не тонут и не растворяются в воде. Что же такое Эбру и откуда оно к нам пришло? Эбру – это искусство рисования на воде. Пришло оно к нам с Древнего Востока. Ему, представляешь, ему больше тысячи лет. Сначала каждая капля образует круг. Их на рисунке может быть сколько угодно. И только потом с помощью шила художник формирует картину. Посмотрите, как цвета причудливо перетекают один в другой. Линии фигуры смешиваются между собой и создают неповторимые узоры. Вводный рисунок готов. Но что же делать дальше? Как переместить его на холст? Это самый ответственный момент. Ведь рисунок должен полностью сохраниться на бумаге. Вау, как красиво! Настоящее волшебство! На этом наше путешествие в удивительный мир творчества завершилось. А если и вы хотите научиться рисовать с 3D-ручкой или в технике Эбру, ищите проект «Умный Минск». Там вам обязательно помогут. Ребята, продолжаем постигать кулинарное искусство. На этой неделе наши юные повара снова в команде с профессионалом приготовили еще одно жутко вкусное блюдо. Новый рецепт прямо сейчас! Привет, страна! На дворе у нас сегодня осень. И какой праздник у нас на носу? Хэллоуин! Правильно, давай, Саня, пять! Тимур, давай, пять! И что мы сегодня будем готовить? Вареники! С чем? С тыквой. Ладно, хорошо. Тыквы не было. Приготовим с маленькими цукатами, в которые тоже входит тыква. Для этого нам надо будет творог. Что еще мы сюда... Саш, давай, разбивай яйцо. Давай, ложки, покажи, как ты умеешь. Молодец! Так, аккуратно. Добавляем сахар, Тимур, добавляем муку и добавляем наши цукасики. Ну, не жалей, не жалей, нам же кушать любимую. Пока Тимур мешает, Саня, что мы с тобой будем делать? Самое важное – раскатывать тесто. И нам повезло, дело в том, что нам это не придется делать руками, дорогие друзья. У нас есть прекрасная машинка, смотри. Видишь, как оно классно само? Входит и выходит, замечательно. О, боже! Да, я сам в шопе. Саня, хочешь попробовать? Давай, давай. Только пальцы помнил. Но это не страшно, туда ты пальцы не засунуешь. О, видишь, оно все, оп, входит и выходит, замечательно. Сейчас, Тимур, будешь ты раскатывать свой кусочек теста. Давай, подходи. Саш, а ты, я тебе предлагаю, этим временем можешь вырезать вот такие штучки. Смотри, вырезаешь формочки и складываешь вот сюда. А если дома нет такой штуки, то что делать? Что делать? Можно сказать, маме и папе приобретите такую штуку. Если мама и папа скажут, что нет, есть дома скалочка. Берете вот так, раскатываете тесто скалочкой, видишь, и опять выжимаем. И что мы сейчас будем делать? Я покажу одну штучку. У нас есть такая маленькая ложечка. Значит, раскладываешь вот сюда фарш немножко, в центр. Берешь вот так вот ручками, вот так вот, и защипываешь вот так вот по периметру. Потом вот так соединить и получится такая вот периметра. Все? Сможешь? Ну давай, если не получается, зови меня. Окей? Ребят, вы вообще когда-нибудь праздновали Хэллоуин такой праздник? Да, я праздновала. И как у вас это происходит? Я вешала на окна всяких метучих мышей из бумаги и паутину. И паутину. А из чего ты из бумаги все делал? Да, вырезал. По празднику у нас все понятно. А как, кто думает, что готовит? Саша, готовишь что-нибудь дома? Что еще, кроме вот мы сегодня вареники делаем? Ну я обычно на завтрак какие-нибудь вареники, кашу готовлю. А какую ты кашу готовишь? Ну, либо овсяную, либо манную. Ну ты сам готовишь или тебе все-таки мама там на колбочке? Так, ну я смотрю, все. Саш, давай пять. У тебя already все. Тимурыч, ты на подлете. Я смотрю, давай я тебе помогу скутить еще две равиольки. С вашего позволения я сейчас закипячу воду. Мы их сварим и будем подавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, ну что, проходим. Становимся на позиции и будем подавать сейчас. Для этого у вас есть сметана, кулис клубники, сахарная пудра. Ну и по случаю праздника вот такие красивые тыквочки. Я вам приготовил. Так, ну что, а как вообще на Хэллоуин украшаетесь? Вы украшались когда-нибудь? Это одежда одевали, когда у вас был праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, костюм Бэтмана. Костюм Бэтмана, давай пять. Вроде не страшный персонаж, но для кого-то видно страшно. Саша, ты? Ну, я сильно такие костюм не одевалась, просто одевалась во все черное. Во все черное, что все испугались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы хотите приготовить такие вареники для своих братьев, сестров и мам, то возьмите тесто, сахарную пудру, соус, яйца и творог. Все это перемешайте. Да, Тимур, только вот так. Надо сначала взять творог и закатать его в тесто. Затем поварить три минуты, выложить на тарелку и украшать. Точнее пять. Ребят, ну, молодцы. Еще раз спасибо всем. Это была передача «Не детские игры». Я, Александр Петриман, шеф-повар кафе «Лов из Матин». Также с нами была сегодня Александра Прекрасная и Тимур. Ребят, ну что, давайте громко крикнем всем. Пока, до новых встреч! Пока! Наши журналисты безумно любят экспериментировать. В первую очередь над собой. В новой рубрике «Хочу все знать» корреспондент Анастасия Лупина будет учиться всему, что душе угодно. На этой неделе у нее был первый урок творчества. О его результатах смотрите далее. А что это там за музыка? Давайте заглянем туда. Вау! А что у вас здесь такое? Вау! Как здесь красиво! Ой! Здравствуйте! Здравствуй! Ты знаешь, куда ты попала? Нет, не знаю. Расскажите, пожалуйста. Добро пожаловать в образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец. Меня зовут Анастасия Лупина. А как вас зовут? А меня зовут Наталья Скопец. А что такое образовательно-продюсерский центр? Кто в нем занимается? Анастасия, предлагаю снять себе пальто и расскажу подробнее. Хорошо. Давайте уже поговорим. Анастасия, нашему центру уже 15 лет. В этом году мы отметили 15-летие. И за все это время мы помогаем детям научиться красиво петь. Но не только петь, но еще красиво говорить. Потому что голос – это инструмент успеха. Ведь благодаря этому мы можем с тобой хорошо друг друга понимать, мы можем чувствовать, а самое главное – доставлять людям огромную радость. Кто здесь занимается? Анастасия, у нас занимаются и дети, начиная с 4-х лет, представляешь? Взрослые, и даже ты можешь позаниматься у нас. Правда? А можно мне чуть-чуть поупражняться вместе с вами? Конечно. Пойдем. Скажите мне, пожалуйста, что мы будем делать? Настя, мы сейчас с тобой сделаем самое простое упражнение. Мы попробуем сдуть листик. Смотри. Прыгает, как лягушка. Попробуешь? Конечно, буду пробовать. Настя, какая ты молодец. А давай попробуем ручку сдуть. Представляешь, какой будет фокус? Приходишь в школу и говоришь, а я волшебница, я могу без рук сдувать предметы, двигать предметы. Представляешь? Попробуем? Конечно. Вау, у меня получилось сдуть ручку. Что вы еще здесь делаете? Мне так понравилось сдувать вещи. А мы здесь еще распиваемся. И я предлагаю это сделать тебе. Давайте. Скорее пойдемте пробовать. Анастасия, ты любишь смеяться? Обожаю смеяться просто. Я предлагаю тебе сделать упражнение на слог Х. Давайте. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Какая ты молодец с первого раза. А давай теперь увереннее. Представляю, что ты смеешься вместе с большим залом. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Прекрасно. Ну, если ты еще откроешь большой рот, тебя услышат как можно больше зрителей и слушателей. И... Ха-ха-ха. Хорошо, а давай теперь каждую нотку отрывисто. Как будто у нас с тобой лягушка прыгает. И... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Умничка. Прекрасно. Все, забираем тебя в наш центр. А я с удовольствием пойду. У меня есть мечта. Я очень сильно хочу для вас петь. Можно? Пойдем. Ну, как вам? Настя, ты просто волшебница. Ура! Вау! Сколько у вас дипломов! А какой самый важный для вас? Настенька, дипломов очень много важных. Я думаю, что в твоей жизни тоже будет главный диплом. Но самый главный диплом для меня – это гранд Мингорисполкома за творческие достижения. Какие красивые у вас кубки! А можно мне один в руки? Да, конечно. Выбирай какой. Вот этот давайте. Ох, какая ты молодец! Это сразу первое место! Зорные кветки! А что такое зорные кветки? Зорные кветки – это международный конкурс, в котором участвуют 16 стран. Я, Настя, думаю, что с твоими талантами и ты скоро примешь участие. А можно мне его взять с собой? К сожалению, Настенька, кубок взять с собой нельзя. Его можно только завоевать на конкурсе. Настя, давай меняться. Я тебе сувенирную продукцию, а ты мне кубок. Давайте! Вот видите, как иногда в жизни бывает, приходят юные ведущие, а получается, что становятся замечательным артистом. Я желаю всем успехов, творчества и пускай ваши мечты исполняются. Спасибо, мне у вас очень понравилось. Можно я к вам еще приду? Конечно, с нетерпением будем ждать. И я тоже. Сегодня мы были в гостях у образовательно-продиссерского центра Натальи Скопец. Увидимся в следующей программе. Ну а теперь музыкальная часть нашей программы. Пять лучших клипов уже через мгновение на ваших экранах. Доброе утро, друзья! Меня зовут Эльза Головач. И это зажигательная рубрика Чарт Клипов. Прямо сейчас вы увидите пять самых классных, по вашему мнению, треков. Итак, начнем. Автемс Король и его летняя композиция «Улыбнись». Позитив – это, конечно, хорошо. Но, видимо, на этой неделе наши слушатели решили немножко погрустить. Песня занимает пятую строчку. Следующий трек от группы веселых девчонок «Мята». Команда немного сдает позиции. На этой неделе композиция «Однажды» на четвертом месте. «Услыши снова» «Уланца полница» «Восполнение нового» «Каждое слово» «Раз тобой» «Миллионы там» Следующая композиция «Особенно актуальна в разгар учебного года» «Я грызу науку или наука грызет меня» Интересный вопрос, а ответ – песни Анны Калюжной. Она третья в нашем чате. «Я знаю точно, что не умру от скуки» «И не скучайте, подруги, друзья» «Ни день и ночь, день и ночь я грызу науку» «Или наука грызет меня» «О-о-о-о-о-о-о-о-о» «Или наука грызет меня» «О-о-о-о-о-о-о-о-о» Следующая в списке «Мария Могильная» С позитивной и мелодичной композицией «Души так хочется светла» «Души так хочется светла» Приможих и ласковых нот «Души, жаданная весна» «Будет песенька» Мы подошли к концу. Хелена Нырай стойко держится за первое место. Ее песня «Я самая» звучит от начала до конца. «Я, словно комета сиять» «В космосе где-то там» «Где хорошо мои мечта» «Эту планету поменяем» «Своя любовь и мы» «Пусть мои победы называют имением твоим» «А я повзрослею, но не сегодня» «И не жалею, нет ни о чем я» «Музыка лечит, и я свободна» «Я ливень в пустынея» «Самая сильная» «Самая смелая» «Мечта твоя» «Я, словно комета сиять» «В космосе где-то там» «Где хорошо мои мечта» «Я, словно комета сиять» «В космосе где-то там» «Где хорошо мои мечта» «И не соглашусь» «А я, с жалю лучше я» «А у макома сиять» «Я, с детьми» «В космосе где-то там» «И не то» в следующем выпуске. Каждую неделю наши любопытные журналисты наведываются в Костик белорусским артистам и без стеснения задают самые откровенные вопросы. Очередное увлекательное интервью, дорогие друзья, смотрите прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Данила Войновский и сегодня мы расспросим молодого борца ММА Вадима Куцева о жизни на ринге и за его пределами. Расскажите немного о себе, о своих близких. Родился я на Украине, жил до 2001 году на Украине, потом мы с семьей все переехали в Минск, учился в обычной школе, спустя пару лет поступил в училище Олимпийского резерва по специальности вольная борьба, после закончил педагогический университет имени Максима Танка. Занимаюсь спортом, спорт – вся моя жизнь. Начинал я заниматься ММА, у нас был зал такой подвального типа на стадионе «Динамо». Через какое-то время, когда началась его реконструкция, самого стадиона, наш зал закрылся, очень много ребят разошлось по разным залам. Я попал вот в этот зал Академии ММА, буквально, наверное, год-полтора мы переехали вот в новый хороший зал до этого тренировать, в обычном спортивном зале по борьбе, но нам не мешало это развиваться, расти, выступать на международной арене. Не жалеете ли вы о том, что выбрали такую профессию? Нет, ни в коем случае. Это достаточно мужского вид спорта, и, в принципе, я ни разу не жалел об этом. Я очень рад, что выбрал именно этот вид спорта. А ваша школа? Как вы учили в школе? Хорошо, плохо? Ну, в принципе, до восьмого класса я учился в обычной школе. У меня были достаточно хорошие оценки, очень многие учителя хвалили. Я даже участвовал в олимпиадах школьных, но потом я понял, что мой путь – это спорт, и поступил в училище олимпийского резерва, там, где тренировки по два раза в день проходят. С какого года или с какого времени вы начали свою профессию? В принципе, я начал с самого детства, еще в шесть лет я начал заниматься карате. Мы жили тогда с родителями еще на Украине, а сам с Украины. И в 2001 году переехали в Минск жить. И с 11 лет я пошел заниматься вольной борьбой, и по сегодняшний день я не покидаю спорт. Как вы готовитесь к первенствам, к турнирам, и даже не физически, а морально? Психологически? На самом деле это очень хороший вопрос, да, потому что психологический настрой – это, скажем так, 50% победы. И очень многие бойцы, я знаю, которые не справляются с, скажем так, нагрузкой психологической. Поэтому я считаю, что у каждого свой настрой, свои какие-то моменты. Что касается меня, я стараюсь просто расслабиться, не думать о боях, делать свою работу, делать свою подготовку, и, в принципе, выходить, показывать, на что я способен. Отлично. Ваш первый противник, кем он был, и когда вы получили свой первый удар в глаз, в ухо, я не знаю? Ой, ну, скажем так, так как у меня карьера слишком длинная, слишком большая, начинал я игру с карате, как я уже рассказывал, продолжил борьбу, и потом перешел в ММА. В ММА тоже есть и любительская карьера, и профессиональная. Ну, возьмем, пожалуй, первый мой профессиональный бой. Было очень непросто, было тяжело, но я справился с этим, и не жалею об этом, теперь иду дальше. Сколько у вас уже побед? На сегодняшний день, если считать именно профессиональные бои, профессиональном ММА, то у меня 12 побед и одно только поражение. Расскажите про ваш последний бой. В последний бой мой был буквально чуть меньше месяца назад в городе Киев. Такая федерация называется WWFC, по профессиональному ММА. У меня соперник был Вячеслав Богомол, достаточно сильный соперник из Украины. Ставка была в этот раз на то, чтобы я больше поработал руками, больше на ударную технику. Ну и, в принципе, все получилось. К концу первого раунда судья зафиксировал технический нокаут. В мою пользу я победил. Вы рассказали, что у вас было одно поражение. Как справились с ним? Было очень тяжело, потому что это было поражение за звание чемпиона мира среди профессионалов. Я дрался за пояс. Произошла очень досадная травма. Я надорвал сухожилие голеностопа и, к сожалению, не смог провести дальше поединок. Честно сказать, если бы я уступил сопернику, я бы хотя бы понимал, что он сильнее, я слабее, продолжу буду тренироваться. А так произошла такая вот ошибка. Я нанес неточный удар, получил травму. Было сложно, но я понимаю, как я уже говорил, самое главное не сдаваться, тиксовые цели. И вот я до сих пор в зале продолжаю идти к своей мечте, поэтому все отлично. Если у вас жена или что-то такое, это довольно-таки личный вопрос, но... Да, лично, но я ничего не скрываю. Жены нету, пока семьи нету. Не знаю, наверное, может быть, потому что спорт, вся моя жизнь и очень много свободного времени я посвящаю спорту. Пока не вижу, кто сможет меня терпеть в таком напряженном графике тренировок, соревнований, сборов, поэтому пока я один. А ваши друзья, они все здесь или где-то еще на работе, тренера? Естественно, у меня различные друзья, скажем так, не только из спорта, да, кто-то обычный человек, который работает на обычной работе, но большинство друзей, конечно же, спортсмены, потому что большую часть жизни, как я говорил, посвящаясь спорту. Обычная жизнь, я не могу сказать, что я чем-то там сильно отличаюсь. Конечно же, есть какие-то небольшие отличия, но, пожалуй, я обычный человек. Погода продолжает нас радовать, и все еще можно бесцельно гулять среди осенней листвы. Но уж если вздумаете провести время веселее, загляните в нашу афишу. Моя коллега подобрала для вас самые интересные события предстоящей недели. Друзья, я от этих прогулок по парку тоже без ума, но ближайшие 7 дней в Минске столько увлекательных событий, их просто нельзя пропустить. Всем привет! Меня зовут Даша Варапай. Давайте строить планы на неделю вместе. По традиции, начнем с кино. Недавно в прокат вышел китайский мультфильм от режиссера Гэри Ван. Анимация рассказывает про робота-инопланетянина. Он попадает на Землю после крушения корабля. Внезапно Киберк оказывается на полке магазина игрушек. Вместе с другими героями начинает бескомпромиссную борьбу с неким повелительством подземелья. Лента в прокате до 6 ноября. Ты когда-нибудь видел такое? Дальше итальянские приключения. В центре внимания юный Франческо. Ему только-только исполнилось 9 лет. В качестве подарка на праздник мальчик получает билеты в Рим. Но внезапно планы рушатся. Но не для главного героя. Франческо решает отправиться в Ватикан самостоятельно. Что ждет его на пути? Атлеты в киноленте «Прогулка по Риму». Она в прокате до 31 октября. Что ты смеешься? Нет! Да! Нет! Да! Нет! Следующая остановка в спектакле. Уже завтра, а также через неделю, 4 ноября в Театре юного зрителя поставят дюймовочку. Удивительная история маленькой, доброй, невероятно красивой девочки в исполнении белорусских артистов. Не пропустите! А будущие вторник и четверг в Камерном драматическом театре покажут еще одну сказочную историю для детей. Постановка «Разведка в квартире номер 5» расскажет историю одного геймера. Ммм, очень современно. Я бы свой большой компьютер В тот же вторник, 30 октября и в субботу, 4 ноября сказка уже не только для детей, а еще и для взрослых. Так что, так уж и быть, можете взять с собой родителей. В Театре белорусской драматургии спектакль «Два волшебных зонтика». Он поставлен по мотивам произведения Ханса Христиана Андерсена и расскажет про любовь не только к человеку, к работе, себе и всему миру. На этом, пожалуй, все. Еще больше интересных событий предстоящей недели вы можете узнать на портале relax.by На сегодня все. Надеюсь, мы зарядили вас энергией на целую неделю. Впереди у нашей команды 7 дней, чтобы подготовиться к очередной встрече с вами, друзья. О лучших событиях столицы, предстоящих и прошедших мы расскажем вам уже в следующее воскресенье. Кстати, следить за недетскими играми вы можете в соцсетях, подписывайтесь на наши аккаунты в фейсбуке и инстаграме, а также смотрите выпуски на сайте. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!